Здравствуйте, мои дорогие маленькие хозяюшки и ваши мамочки! А не приготовят ли нам сегодня оладушки пышненькие? Ладушки, ладушки, испечем оладушки. Ничего сюда ложить почти не надо, все под рукой. Вот у меня кислячок есть, вот немного кислячка. Сейчас мы сюда бросим немножечко сольки, немножечко сахара, яйцов забьем и немножечко соды. И туда же мы поместим нашу мучичку. Итак, приступим! Вот что у нас получилось. Здесь у меня простокваша. Целый стакан хорошей домашней простокваши. Теперь я взяла чайную ложечку и четвертую часть ложечки чайной бросила сюда соды, чтобы она погасила наш кислячок. Затем я сюда посыпала чуточку-чуточку соли и пол чайной ложки, ой, то есть пол столовой ложки сюда поместила сахарочка. Не нужно сюда много сахара, потому что тесто будет тогда тяжелое. И еще я взяла одно яйцо и хорошенечко вилочкой взбила его. Можно взбить и миксером. Ну, одно яйцо я взбила вилочкой. Теперь я поместила все сюда в нашу кастрюльку. Хорошенечко ложечкой перемешала. Итак, у меня сюда поместилось 3 столовых ложки сверху муки и еще четвертая ложечка без верха. Посмотрите, какое тесто. Оно не редкое и не густое, а нормальное, такое как густая-густая сметана, как густые сливки, чтобы оно не было редким тестом. Теперь мы включаем огонь, берем сковородку, ставим ее на огонек, подогреваем сковородку, наливаем туда масло растительного. Сейчас у меня здесь подсолнечное масло. Масло это рафинированное для того, чтобы оно не брызгало. Потом мы берем столовую ложку и столовой ложкой набираем полную столовую ложечку и у нас получаются вот такие оладушки. Мы прикручиваем немного огонек и ждем, когда подрумянится одна сторона, мы перевернем ее на другую сторону. Ну вот, одна сторона у нас подрумянилась и мы перевернули на другую сторону. Посмотрите, какие оладушки наши пышненькие и запашок очень вкусненький. Когда у нас другая сторона поджарится, тогда мы будем снимать и кушать наши оладушки. Ну вот, из одной порции, то есть из одного стаканчика простокваши у меня получилось, считаем, Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь оладушек. Как раз столько покушать. Взять и покушать, чтобы не оставалось больше. Вот, мои дорогие маленькие хозяюшки, у нас получились такие вкусненькие, такие пышненькие оладушки. И теперь, когда они немножечко остынут, мы будем кушать или со сметанкой, или кто хочет, сахарком присыпет. А я буду кушать сейчас с персиковым вареньем. Приятного аппетита!